Диспансеризацию взрослого населения по всей стране и Ульяновскую область не исключение поставили на паузу весной прошлого года. Все силы брошены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Но другие болезни в период пандемии, увы, никто не отменял. Вместо диспансеризации на первый план выходит диспансерное наблюдение. Это наблюдение доктора за заболеванием, чтобы это заболевание не развивалось, не прогрессировало. И подчас это частая коррекция лечения, это достижение каких-то определенных целевых показателей здоровья человека. Другими словами, это наблюдение за пациентом, у которого уже диагностировано заболевание. В то время как диспансеризация направлена на профилактику и выявление недугов. Диспансерному наблюдению подлежат не все. В первую очередь это люди старшего поколения, а также те, кто перенесли инфаркт, инсульт, острую пневмонию. Пациенты, страдающие артериальной гипертензией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Не остались в стороне и серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта. Весь анамнез того или иного пациента на контроле у терапевта и конкретно вузского специалиста. Сейчас достаточно сложные условия, и многие пациенты боятся выходить на дом. Поэтому мы сейчас для диспансерного наблюдения и используем аудиоконтроль. Очень часто мы обзваниваем пациентов, особенно если это пациент старшего возраста. Говорить о том, когда классическая диспансеризация вернется в нашу жизнь, пока рано. Все зависит от эпид-обстановки. Эксперты делают ставки на весну. С 2019 года, согласно новым правилам, в профилактическом медосмотре отменена градация по годам. Теперь лицам старше 40 лет диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.